ядра конопли я ем друзья вот они ядра конопли пофоткаешь ну как врать давать что скорее всего это такое твое одно из предназначений твоих тебе причем оно пришло где-то я не знаю приснилось она тебе или это ты как-то к этому пришел кстати очень интересно сейчас посмотрим как так это не знаю как это почему я на кладбища чуть-чуть Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok они тоже на исполнение желаний они пахнут мандарин очень вкусно вот такие свечи на исполнение желаний разные там есть на удачу на деньги спасибо огромное очень приятно было познакомиться до взаимно да спасибо так друзья ну что вот еще одна симпатичная девушка вот них такой магазин как вас зовут меня зовут маша я предсказать ждите меня зовут антон до канал твоя душа вот снимаю здесь вот давайте вам сделаем рекламу давайте значит что за магазин у вас машин ну я бы не сказала это что это магазин это скорее такая домашняя мастерская где творятся создаются программные свечи ручной работы 0 ими сто процентов черенный натуральный воск сто процентов реально потому что иногда покупаешь свечку там что-то есть 30 90 есть процент у вас роста процент это клево девчонки молодцы покажи на самом деле произвожу ровно то что требуется и взаимодействуется именно на каждый день в нашей обычной жизни можно вот рассказать про эту коричневую нужно давай это возьми ее в руки это изобилие и процветание это свеча которая от взаимодействия с огнем и вашим намерением будет привлекать различные мысли идеи энергию для того чтобы процветала какая-то внутренняя задача какая-то пришла идея и были силы чтобы ее реализовать в общем это такая маленькая бомба которая включается и начинает расширять все твое пространство то что у вас моя гордость на самом деле моя гордость это ну все мастера знают что маканые свечи это очень и по времени и энергетически затратный процесс именно так вот делается макда макает макает ровно эти свечи я делала 7 часов 7 вот эту всю партию вот эту всю партию да я делала 7 часов а поэтому это для баланса это для гармонии для того чтобы услышать и почувствовать себя в этом большом мегаполисе можно в москве конечно и конечно это формовые свечи которые натуральные травы которые как сама сила природы сила травы если маленький маленькое растение пробивает асфальт вот тоже самое то свеча будет пробивать абсолютно все чтобы получить результат как найти вас называется мрико можно найти меня в инстаграме марика как покажи вот так все а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, ну вот еще, естественно, очень симпатичная девушка Здравствуйте! Да, как вас зовут, скажите, пожалуйста Меня зовут Ирина, я керамистка Подожди, Ирина, меня зовут Антон Да Рассказывай, что за магазин у тебя? Магазин керамики, вся керамика ручной работы Каждое изделие расписано и сделано мной Вся роспись здесь подглазурная Смотри, вот эта тарелочка у тебя в руках Из нее можно кушать, да? Из тарелочки можно кушать Можно кушать в судомойке Можно разогревать в микроволновке ее Слушай, давай, вот расскажи просто процесс, тарелка, как делается Глину мы берем Ты делаешь форму Да Потом она обжигается В печке сколько градусов? Вся посуда у меня пригодная для пищи Поэтому обжига здесь только высокие Это от 1200 градусов Да Материал использую полуфарфор Подожди, какой полуфарфор? Это покрытие? Нет, нет, сама глина, глина полуфарфорная Да Поэтому она такого приятного беленького цвета Дальше ты красишь, рисуешь Потом еще идет обжиг Еще один обжиг идет Видишь, я знаю Уже с глазурью Уже с прозрачной глазурью Ну, прозрачная глазурь это моя классическая тема Здесь я изображаю маленьких лесных духов Покажи, вот просто, чтобы люди видели Вот какие-то вот Что за рисунки? Да, рисунки все авторские То есть вы их не найдете Нигде, кроме моего инстаграма И моего контакта Давай еще какую-нибудь Вот где много маленьких Слушай, так клево Очень прикольно, красиво Очень здорово Это Карельские болота Как Карельские? Карельские болота, да А я вот только недавно с Карелией вернулся Представляешь, целый месяц там был Петрозаводский Здорово там Да Давай теперь чашечки посмотрим Вот можно чашечку с зубами желтую посмотреть Очень прикольно вообще Идея такая, что это маленькие защитники То есть когда мы пьем, мы не кусаемся Нас никто не кусает Зато они нас оберегают Ты очень глубокий очень человек И хочется маленькую с грибочками посмотреть Она закреплена А вот какой-нибудь такой А это тоже Из нее можно пить чай Да, да, можно пить чай Ну вот допустим такая форма Можно использовать как под соусы Ну как джемы Очень прикольно Потому что я не правим вечером Там вечером чай иногда пью Ну там церемонию Какой-нибудь подстраиваю Небольшой Там тоже маленький Вот такая классная Спасибо Так еще чуть-чуть покажешь Маски Вот это просто Я что и заметил Потому что маски Это моя коллега уже А где она? Сейчас А, мы другую девушку Сейчас возьмем С вами, дорогие друзья Пока Хорошо Ты нам все, да, рассказала? Да Все А вы в Москве находите, да? В Щелково В Московской области Классно Сейчас мы нам расскажут про маски Что про маски рассказывали Давай Во-первых, как вас зовут? Олеся Олеся, меня Антон Поехали Приятно Спасибо Маски все сделаны вручную Из папье-маше полностью Что тут папье-маше? Папье-маше это бумага, клей ПВА Это все просто бумага И фантазия И что, ее можно одевать, что ли? У меня навешивается, как декор А вот так, блин, круто вообще Ну и как декор тоже можно На стену, прекрасно Ну покажи маленькие маски Такие они таинственные Очень маски Пожалуйста Летучая мышь Круто О, она кровь Иначе я могу крутить Круто Круто Отпусти Чуть А, она просто вот так крутится О, прикольно Прикольно Классно Спасибо Слушай, ну маска, конечно Покажи еще вот этот Где много рогов Это слепая Убалдеть, очень классно Очень таинственная Надеваешь И ничего не видно Здорово, ну ладно Как вас Как называется ваш магазин? Наша Семейная мастерская Называется Макокрафт Все товары Можно делать На заказ По собственным Покажи, покажи еще Люди видели Мы вернулись К Ире С чашечками Да Значит Как называется Твой магазин? Магазин Называется Лагуна Керамикс По моей фамилии Я Ирина Лагунова Как найти В интернете Чтобы Заказать Как В интернете Я нахожусь И в контакте И в Нельзя грамме Что надо Там Посылать в космос Вот это Что Какие слова Набирать Надо Лагуна Так Лагуна Первая Сейчас Ну пока Вот Ну такое Набираем Да В интернете И ты Появляешься Спасибо Ну вот Очаровательная Девушка Захотела Рассказать Про свой магазин Как зовут Вас Меня зовут Дарья У нас Небольшой Подожди Так Мезотонтор Очень приятно Отлично Поехали Так Что за магазин Наша компания Называется Масло Живо Так Мы создали ее В период Коронабесия Да Как вы называете Это Да Коронабесия Коронабесия Мы поняли Что надо какое-то Создать свое дело Которая бы нас кормила И не пришлось бы ходить в офис Ты молодец Вот это я уважаю Потому что нужно развиваться Чтобы вот Это очень круто Это классно Значит что мы делаем Наша основная направленность Это сыродавленное масло Вот мы делаем Различные маслицы Так Хорошо Давай Давай вот это вот масло Нет Кедровое Это Давай вот Да Вот Вот это вот Черного кунжута Давай бери Масло Черного кунжута Так Как оно делается Мы берем Примерно 2 килограмма Семечек Кладем их В бочку В бочку И давим Сверху прессом Примерно 8-12 часов Ядрышки конопли Значит Конопля Многих очень веселит Это тоже веселит Но Это разрешенная конопля У нас ее можно выращивать В этих ядрышках Содержится большое количество Омега-3 Омега-6 Это такие витамины Которые всем нам очень нужны Естественно Для организма Мы бежим в аптеку Бьем эти капсулы Или что-то Но это все Выходит Почти что Без усвоения Когда мы добавляем Ядрышки конопли Например В салат В кашу Не знаю Смузи сделали туда Мы можем так ложку съел Утром тоже Ложка вообще бомба Я дам сейчас попробовать Давай я съел Прямо сейчас Давай на камеру Да, конечно Ядра конопли Я ем, друзья Да Вот они Ядра конопли Пофоткаешь? Угу Ну как? Ну Вкусно На что похоже? На кедровый орех Совершенно верно Потому что И в кедровом И в конопле Содержится Примерно одинаковое Количество Омега-3 Да Хорошо Как вас найти В интернете Людям Чтобы вас заказывали У вас же есть Онлайн-магазин? У нас Слушай А сейчас же можем По почте Вот бутылочки Переверить Мы отправляем Через Дек А, да С Дек Можно У нас есть Курьерская Доставка по маске Так, ну что Вот тут очаровательная девушка Я к ней подошел Сказал Давай Рассказывай Что у тебя такое Как тебя зовут? Меня зовут Ксения Я Подожди Тебя зовут Ксения Меня зовут Антон Очень приятно Что за магазин? Расскажи, пожалуйста У тебя Магазин Остеология Токсидромия И шкатулка Рыси Я являюсь Владельцем этого Магазина И мастером Ты большая Молодец Так Что за продукция? Изготавливаю Различные Изделия Изгости Это украшения Браслеты Различные Серьги Подвески Из костей Из минералов С различными Растениями Засушенными Или там Стабилизированный Мог Например Стабилизированные Растения Также Изготавливаю Влажные Препараты Вот давай Начнем С этого Что это такое? Покажи Я чуть не могу понять Влажные препараты Это что? Влажные препараты Используются В основном Для Сохранения вида То есть У нас Очень сильно Развита селекция В связи с этим Какие-то виды Какие-то морфы Расцветки Они исчезают Подожди Это для чего Вообще? Это для Практик Для изучения Для художников Татуировщиков Для коллекционеров В основном Змеет Эту баночку Можно поставить У себя на полке Например И она будет Защищать Вашу квартиру От Всяких Различных Причем Эта баночка Эта баночка Просто так же Показывает Как змея Может Извиваться Как у нее Выглядит Например Так как она Цела Мы смотрим То есть мясо Там есть мышцы Там есть В принципе Подожди Там жидкость Какая-то Что-то Определенная Жидкость Используется Конечно Это спирт А Все Я помню Да То есть Случай Это для покупателя Тоже удобно Вот эта баночка Вообще Она для чего Тебе Как декор Что-ли Идет Или что Это Как декор Или Так же Допустим Если кто-то берет Себе Для практик Надо Сделать Себе Погремушки А не Абсолютно Погремушки В плане Магического Планка Я просто Немножко Далекая Тема Магии Не Я понял Ну вот Эту баночку Они берут Для чего Чтобы туда Что-то Класть Либо Что-то Класть Либо Они могут Вытащить Змею Она Абсолютно Безопасна Для человека И Разрезать И Уже Со Своими Какими-то Целями Все Я Я Понял Тебя Хорошо Ладно Давай Про Черепа Черепа Мне достается В принципе Весь Материал Достается Либо От Хозяев Питомцев Частные Зоопарки Допустим Это все Натуральная Кость Это Чей череп Это Это Непосредственно Черепрысия Черепрысия Это Черепрысия Причем Этот череп Он Отчастник Я даже Знаю Отчего Погибла Эта Рысь Вот То есть Там Целая История Была Это Жила У Женщины Это Самец Бабалдит Слушай Хорошо Их тоже Для чего Для Декора Беру Дадут Ну там Ведьмы Колдуны Они Это Знают Для чего Допустим Вот Непосредственно Этот череп Росомаки Можем посмотреть Что здесь Сохранен Каждый Рубик То есть Есть люди Которые Изучают Какие-то Виды То есть Им Необходим Или Также Художники То есть Здесь Общая зубная Формула Сохранена А также Сохранены Лабиринты Вот эти Вот То есть Каждая Окошка Сохранена Слушай Здорово А ты Вот это Все Сама Тебе Дают А ты Уже Вот это Доводишь До Такой Виды Такого Вида Трупы Или Чисто Головок Мяси Блин Да Ты Значит Вот Это Не 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 Какая Девушка Симпатичная Очень Необычная Так Еще Что Нибудь Покажешь А также Я изготавливаю Скелеты Различных Животных Здесь У нас Бородатая Агама Бородатая Агама И Прочие Ящерицы Достаются Мне В основном От Хозяев Питомцев У Разводчиков Довольно Часто Бывает Смерть По Каким То Причинам Инфекции Какие Либо Например Это Агама Погибла От Инфекции Там Еще При Жизни Пока Пытались Вылечить Адекватно При жизни Утеряна Была Лапа Пришлось Ампутировать Классно Косточки Змеиные Змеиные Позвонки Крылья Златки И Вулканический Камень Они Очень Легкие Также Можно Погубить Историю На тему Крылья Златки Есть Дворец У которого Колонны И Потолок Усеем Этими Крылышками Прикольно Ну вот Друзья Вот такой Магазин Такая Девушка Очаровательная Спасибо Спасибо Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дорогие друзья, значит, я подошел тут к девушке, у нее написано «Хиромант». Добавил субтитры DimaTorzok 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 это такая фоба мне уже было все хорошо блин да ё-моё тогда я тогда не буду тебя ничего спрашивать наверное да поэтому можно услышать просто так чему-то не готов но опять же хироман старой новой школы разные подходы сервак новой школы интересуется вообще хочешь слышать эту информацию например тоже как мне сегодня девушка подходила будем смотреть лично как не надо это в прошлом все понятно мне это меня эта сфера не интересует ну вот например ради интереса ты сможешь посмотреть моя личную жизнь просто вот так вот чтобы просто видит как бы увидели вода ничего себе это правда так то что например люди знают да что как там нет мы другу лет не обязательно лично можно посмотреть на какие-то сферы сильные там стороны и так далее ну давай например можешь посмотреть там чем я вообще по жизни занимаюсь грубо говоря или что-то вот ну какая-то тема определенная вот у меня как бы или что ну давай что можно такого-то интересно интересно ну хорошо ну давай вот личную жизнь давай посмотрим личной жизни значит там женат я или не да вот это вот этот жена или нет да что отображается на ладонь на ладонь у нас по штамп паспорте нет а ну есть отношения а давай потом хорошо сколько хочешь информации как в том примере получить значит мы будем смотреть если у меня отношения с девушкой да или их не сделаем это следовать какую руку надо обе руки а 2 дорогие друзья поехали я левша но я наполовину то есть я например я левша на гитаре играю как правша то есть я там на барабанах ножичка тоже сыграю я там могу я могу и чуть-чуть и сам и кушаем левой все-таки больше да очень интересно на самом деле сфера отношений она смотрится у нас по линии сердца и по ребру ладони здесь можно увидеть количество отношений количество потенциального возможно правая рука это потенциал левого потенциально это буду потенциально это будущее на самом деле нет это то что дано от рождей но а сами строим свою судьбу активно руки и соответственно что настоящее будущее отображается больше на активно руки ведущей руке которые мы пользуемся чаще всего в жизни но здесь у тебя сложный случай в том плане что ты пользуешься и то и другое ну да я левша да я левша такие настоящие лучше по левой руке здесь ситуация примерно схожая потому что и здесь количество линий и здесь приблизительно одинаково то есть мы слушаем эту информацию да давайте пожалуйста но здесь потенциально данные двое отношений это типа не были или нет сначала начнем анализе анализ мы начинаем с того что данное отрождение то есть по пассивной руке здесь есть две совершенно четкие глубокие полоски это значит что по судьбе дано два кармических партнера у многих людей эти кармические встречи то есть это встречи важны это важны и на которых ты не пройдешь они по-любому эти строительства любом и встречи стояться но дать им вот события это уже мы как бы это наша воля но не может уже состоялись например да 1 ранее встречи до 25 лет а наоборот возитать между ними достаточно серьезный промежуток времени конкретно мы уже можем посмотреть возраст по 50 посчитывать сейчас посмотрим соответственно здесь приблизительно такая же история то есть эти встречи стоятся но это не значит что штамп паспорте будет у многих людей это действительно совпадает то есть сколько особенно раньше этого когда как бы встречи приводили к официальным бракам сейчас у нас более свободное отношение и у нас не каждая даже значимая встреча превращается в официальный брак или даже гражданский брак но это точно встречи которые дорогие друзья пожалуйста не забывайте что вы можете помочь поддержать канал таким образом у меня будет больше времени на канал на уборку заброшенных могил и будет больше времени чтобы снимать для вас интересные видео я снимаю для вас мои реквизиты есть в описании и номер телефона если кто-то хочет со мной пообщаться пожалуйста пишите я всегда в открытом доступе благодарю за понимание а